Всем привет, с вами Кристина, вы на моем канале Ванильные Пряности. В первую очередь я всех хочу поздравить с замечательным праздником, со светлой Пасхой. Пасха у нас была буквально вчера, и эти дни, конечно же, я ничего не делала, отдыхала, и сегодня решила для вас записать видео. Оно будет не такое, как обычно, я ничего не буду готовить, я не буду читать никакие книги. У меня за последнее время накопились кое-какие покупки, приобретения, подарки для кухни. Ну, раз уж у нас канал в основном кулинарный, то на первое время будут разные покупки для кухни. Я сегодня с вами хочу поделиться этим. А для начала, я надеюсь, вам видно, хочу вам показать такую вот пасхальную корзиночку у меня стоит на кухне. Мне тут вот такие маленькие подарочки сделали. Такая вот свечка-цыпленочек такой вот замечательный. Мне очень нравится, постоит у меня, ну, потом, конечно же, я его сожгу. Такой вот необычный петушок. Мне он очень нравится, забавно, у него еще глазки шевелятся. Вот, и еще получила я тут всякие разные яички. Вот хочу вам показать вот такое вот яйцо. Оно получается такое, как мраморное. Это яичная шелуха и зеленка. Вот такой вот красивый окрас получается. Вот такое яйцо. Тоже, видите, оно такое с разными пятнышками получилось. Мне, конечно, мое сердце покорило в этом году вот это вот. Просто какое-то галактическое. Очень-очень классное. Мне нравится, во-первых, сочетание цветов. Во-вторых, такие классные плавные переливы. Круто. Это вот таким способом, в принципе, вот так вот. Я бы не сказала, что это традиция, но очень много семей, наверное, большинство семей у нас в Латвии яйца красят таким образом. Это яичная шелуха, и туда заворачиваются листики. Я думаю, что вы тоже знаете этот способ. И, возможно, он и в России, и в других странах он тоже распространен. Но у нас в семье их в основном вот так красят яйца. А еще у меня, смотрите, вот такое вот забавное яйцо. Тоже симпатичное. Видите, как будто павлин такой. Павлинный хвост с перышками. Декупаж такой из салфеточек. У меня была такая маленькая подарочная корзиночка, там оно лежало. А еще я вам покажу вот такие вот замечательные. Посмотрите, какие они маленькие. Это перепелиные яйца. Мне очень-очень нравятся. Получаются они тоже такие, как мраморные, да, за счет того, что перепеленное яйцо само по себе имеет пятнышки такие вот в крапинке. И получилось очень классно. Это куркума, а это зеленка. Вот так. Ну что, теперь приступим к моим обновочкам. То, что новенькая поступила ко мне на кухне. Первым делом, наверное, я вам покажу то, что я сама себе заказала. Первое, что я заказала, это вот такие вот силиконовые формочки. Видите, овальное, сердечко. Потом у меня тут такая вот звездочка. Квадратная, ну, я просто так держу неровно, да. Квадратная, круглая. Согласитесь, напоминает формочки, как вот шоколадные конфеты, которые в таких вот стандартных коробках больших, да, в которых есть вот конфеты с одинаковой или с разной начинкой, но вот такой вот формы. И один вот такой вот ромбик мне попался. Следующее мое приобретение, это формы для печенья. Я поклонница Звездных войн, и, конечно, я решила себе заказать. А, кстати, вот те формочки для конфет шоколадных, да, их, кстати, можно и для льда использовать, если вы хотите. В общем, все, что можно замораживать вот в таких вот силиконовых формах, все можете делать и для чего угодно использовать. Вот эти я заказывала на Алиэкспресс. Я вообще много чего там заказываю, потому что я уже проверила, что качество соответствует и цене, и можно спокойно использовать. И они действительно многоразовые. И вот эти формочки, и другая продукция Алиэкспресса. И вот смотрите, если вы тоже знаете, что такое Звездные войны, как и я, то вы должны знать. Да, вот такие вот формочки для печенья. Одна вот такая. И четвертая. Их было четыре в комплекте. Кто не знает принцип их действия, да, вот здесь, как видите, вот здесь вот идет такой кантик тоненький, да, вы им выдавливаете, вы раскатываете тесто на печенье, выдавливаете вот этой вот формой таким вот образом, само тесто. И потом вот здесь, видите, внутри есть деталь, она с такими вот выпуклыми очертаниями, в общем, узор, да, рисунок какой-то или узор, да, в данном случае, вот вы видите, герой Звездных войн. И после того, как вы выдавили из теста саму форму печенья, вы нажимаете вот на вот этот вот пресс, да, вот таким вот образом, и у вас под давлением выдавливается сам узор печенюшки. И печенюшка получается и нужной вам формы, и, конечно же, получается там с мордочками или там с какими-то зверюшками, какие будут. Именно вот эти формочки я еще не использовала, но у этого же производителя я себе заказывала другие. И вот эти формы выглядели белыми. У меня здесь две снежинки, вот, как видите, большая и маленькая. Я их уже испробовала и неоднократно пробовала ими пользоваться. Они очень хорошо моются, очень легкие в эксплуатации. Мне они нравятся, поэтому я решила заказать у этого же производителя вот эти. Сейчас наболтаю. А еще у них же я заказала формочки в виде Angry Birds. Я думаю, все знают, что это такое. Вот здесь свинюшка и, конечно же, сами птички. Вот эта вот птичка, вот такая и вот эта. Принцип действия этих формочек точно такой же, да? Они все одинаково действуют. И, блин, это просто классно. Я вроде взрослый человек, но мне тоже понравилось, в принципе, даже это делать. Когда у нас было Рождество, я сделала тесто для печенья. У нас есть такое имбирно-пряное печенье, пипаркукос называется. Я знаю, что такое же печенье есть в Эстонии. И не знаю насчет Литвы. Но вот у нас в Латвии это такое, как национальное печенье. Всегда перед рождественскими новогодними праздниками в магазинах появляется куча этого печенья. И кто-то дома печет. Не все, конечно, но тоже делают. И я делала вот эти пипаркукос пекла. И делала вот этими вот формочками. Получилось такое интересное сочетание каких-то латышских традиций и зарубежных хрюшек. Следующее, что я приобрела, это вот такие вот силиконовые формочки для кексов. Как видите, они вот разных цветов. Мне очень понравились такие тоже яркие цвета. Здесь каждого цвета по 4 формочки. Почему я их купила? Во-первых, потому что предыдущие, в которых я, кстати, пекла кексы тыквенные. И мне кажется, даже я их использовала в видео на канале. В общем, они у меня куда-то пропали. И у меня есть такое подозрение, что я их случайно выкинула. После того, как их отправила в мойку. После съемок видео. И мне нужны были новые. Потому что мне нравятся печь кексы разные. И, конечно же, ну как же я буду без формочек? Силиконовые. Они очень удобны в эксплуатации. Потому что их можно помыть и использовать многократно. И еще я взяла именно эти, потому что они маленькие. Те, кто помнит, какого размера. Кто не помнит, может посмотреть видео. Тыквенные кексы с шоколадом, по-моему. Не помню точное название. А эти формочки, они маленькие. И кексики там получатся, ну, конечно же, не на зубок. Потому что, ну, это надо быть такой сладкоежкой-обжоркой. Чтобы вот такие вот кексы пихать в рот целиком. Но, в принципе, их будет красиво подать. Ну, да, на сервировочный стол. Если у вас будет какой-то сладкий стол на праздник. Будет здорово подать их. Такие вот маленькие. Я их взяла. Тоже взяла на Алиэкспрессе. Если я найду ссылки на весь вот этот товар, который я вам сейчас показала с Алиэкспресса. То я ссылки оставлю в описании под этим видео. Но я не обещаю. И, наверное, последнее из того, что я заказала на Алиэкспрессе. Это были вот такие вот формочки. Их здесь... Их здесь 6 штук. И это формы для печенья. С одной стороны, это обычный круг прямой, да, как видите. С другой стороны, волнистые формы, да, вот такие вот. Я тоже буду использовать их для печенья. Мне понравилось, что здесь комплект. Потому что, во-первых, я могу сделать круглое печенье любого размера. Хочу вот такое. Хочу, сделаю печенье вот такое вот большое. Да, здесь можно, ну, что угодно, что можно выдавливать этими формочками. Туда их можно использовать. И также, учитывая, что они в одном стиле, наверное, будет неправильно сказать. Ну, в общем, так как они одинаковые, да, просто разных размеров. Если я захочу сделать печенье с дырочками, то я смогу использовать большую форму, допустим, маленькую. И сделать какие-нибудь ореховые кольца из песочного теста. Если вы помните, такие в детстве были очень распространены. Вот. На вот эти формы я тоже оставлю ссылку, если я найду. Ну, вообще, я вам хочу сказать, что все, что я вам показала, выполнено очень качественно. Без каких-либо там зазубринок, без каких-либо там вот выпуклых мест, вмятин, царапин, поломов. Конечно, спасибо еще и доставке. Но вообще, очень большая часть продукции с Алиэкспресса, которая, например, для кухни идет, она качественная. Следующее, что я приобрела для кухни, в принципе, даже не нуждается в каких-то долгих разговорах. Во-первых, это ножницы, это просто ножницы, потому что мои сломались, и мне нужны были новые. Я купила зеленые не по какой-то определенной причине, просто других не было, я взяла эти. Вот. Еще я купила себе сито, вот такое. У меня, в принципе, есть деревянная для просеивания муки, у меня есть совсем маленькая и средняя, там, допустим, для какой-то заварки, еще для чего-то. А вот это сито я себе взяла, потому что мне будет удобно через него цедить бульон. Когда я варю бульон, я туда добавляю и гвоздику, перец, лавровый лист, какие-то вот пряности, иногда это какой-нибудь чесночок, еще что-то. И вот для того, чтобы процедить, мне будет оно очень-очень удобно. Я такое себе давно хотела. Ну, как-то просто не доходили руки пойти купить, вот сейчас приобрела. Следующее, это вот такая вот сервировочная тарелка. Как видите, она прямоугольная, но при этом у нее здесь, да, такая вот именно внутренняя форма такая немножечко отличается, да, она асимметричная. Я ее купила у нас в местном магазине, такая фирма Аурора, Аврора, да, называется. Могу вам показать, если хотите. Она очень распространена у нас во всех магазинах, и в каких-то сетевых магазинах, и в обычных маленьких. В принципе, хорошее качество по доступным ценам. Сервировочная тарелка, возможно, вы ее видели в каком-то из последних видео, но я не буду утверждать. Я ее взяла, чтобы какие-нибудь бутербродики там на нее ложить для себя, какое-нибудь блюдо, если я захочу его разложить каким-нибудь необычным образом, в общем, себя побаловать. Ну, в общем, тарелка. Следующие мои покупки для души. Хотя, в принципе, все, что я покупаю себе на кухню, это все для души, но вот эти особенно. Я страшный чаеман, кофеман, в общем, называйте меня как хотите. Не могу жить без чая, без кофе, обожаю кружки. У меня есть и чайные, и кофейные сервизы, да, полные, красивые, там, для гостей, для праздников или для себя. Но дома я люблю пить из таких больших семейных кружек. И когда я вижу что-нибудь новое и необычное, я не могу пройти мимо. Старые кружки я со временем раздаю, что-то я выкидываю, если они там разобьются, потрескаются. Либо на дачу увожу часть, которую можно еще использовать. И, конечно же, покупаю себе новые. И вот первая кружка, мимо которой просто не могла пройти мимо, она выглядит вот таким вот образом. Со стороны кажется, что это обычная эмалированная кружка, вот как раньше были такие темно-зеленые, там, да, бежевого такого цвета. Она керамическая, она просто покрашена вот таким вот образом, как будто она эмалированная. Мне очень понравилась ее форма, цвет, это мой любимый цвет просто, я его очень сильно люблю. И еще одна кружка выглядит вот таким вот образом. Она тоже большая, мне понравился узор и цвет. И я вот решила ее себе взять и с большой радостью по утрам пью кофе из нее. Еще купила себе вот такую вот форму для выпекания. Она круглая, ну вы уже знаете, в общем, здесь вот эти вот бортики, они разъезжаются. Дно съемное, да, принцип действия, я думаю, все знают. У меня не было круглой. У меня, точнее, были круглые, но они были уже старенькие, я хотела себе обновить. Название, я не знаю, это какая-то беспрозванная форма. И еще одна моя, можно так сказать, кухонная любовь, если можно так назвать. Я обожаю вот такие вот формы. Как вы думаете, что это за фирма? Я думаю, все уже догадываются, кто с ней знаком. Это фирма Tupperware. У нас в Латвии много кто ее называет Tupperware. Ну, просто так проще, и женщины более взрослого возраста не знают, как выговаривать. Поэтому, как бы, ну, это не суть важна. Все знают. Я их очень сильно люблю. У меня очень большое количество дома именно посуды. Ну, мисочек, да, каких-то, плошечек именно этой фирмы. Если вам будет интересно посмотреть отдельно про мою полную коллекцию посуды и вот этих вот приспособлений для кухни этой фирмы, я сниму для вас отдельное видео. Напишите мне об этом, если вы хотите. И одна, а не видите, это из одной коллекции. Мне очень подкупил цвет. Да, но это не моя покупка. Это мне подарила моя мамочка. Она знает, что я люблю эту посуду, и она мне дарит что-то. Я покупаю. В общем, счастливая обладательница я. Одна вот такая, как я уже сказала. Здесь емкость литр сорок. Да? Четыреста. Литр четыреста, да? Вторая из этой же линейки. Она покрупнее. Здесь уже размер идет два семьдесят пять. Да, она тоже такая вот объемная. Использовать. Да для чего хотите. Хотите салат нареживать. Какие-то овощи на природу взять. Мясо замариновать. Вот это тоже подарок от моей мамы. Вот такой вот цвет. Потрясающе. Мне кажется, мне очень нравится крышка. Что она такая вот рифленая, если ее можно так назвать. В общем, гармошечка такая, да? Очень прикольная форма, потому что обычно у меня все предыдущие, они круглые, овальные. Но вот квадратных у меня не было. Внутри тоже простая мисочка, да? То есть удобные ручки. У нее такие вот прикольные. Крышечка, видите? Она немножечко такая... Она не выпуклая, она наоборот с такой небольшой впадинкой. Я их все уже испробовала. То есть, ну, я не с нуля вам показываю, да? Когда я эксплуатирую. Хорошо моются, хорошо используются. В холодильнике хранится. Какой-то обед можно взять уже, как я сказала. Там мясо замариновать. В общем, что хотите сделать. И просто последняя из приобретенных этой же фирмы посуды. Это вот такой вот комплект. У меня здесь еще такая четвертая. Вот такая же вот маленькая есть мисочка, да? Их было четыре. Что-то мне подарила моя мама. Что-то я купила сама. Они, блин, они прикольные. Это что-то новое. Потому что обычно вот они все, вот как я показала, они такие яркие, розовые, зеленые, синие. А это, когда я увидела, я просто поняла, что я очень себе такие хочу. Очень сдержанный стиль. Ничего лишнего, да? То есть, просто кругленькие. Но что-то они напоминают такое что-то восточное, там, азиатское, там, может быть. Там Кристина расфантазировалась. В общем, выглядят они таким образом. Вот эти вот большая, да, миска, она три с половиной литра. Вот такая. Средняя, сейчас покажу. Средняя полтора литра. И у них, видите, у большой и у средней имеются вот такие вот ручечки, да, на крышках. Название, да, логотип фирмы. Такой глянцевый. Внутри это просто сказка. Посмотрите, как она выглядит внутри. Мне очень понравилось. Вообще, блин, классно. На природу, допустим, такой комплект взять очень прикольно. Самую большую вы там, когда у вас уже мясо пожарилось, там, да, или какая-то рыбка, может быть, что-то на гриле, вы складываете в большую. Салатика. Маленькие, можно какие-нибудь соусы, еще что-то положить. В общем, мне кажется, классно. Я их использую, и прям душа радуется, что-то новенькое. Они все, все вот эта вот линейка, они одинаковые, да, то есть черная и золотая. Они, в принципе, продавались и по отдельности, но когда можно взять целый комплект, зачем же брать их по отдельности. А маленькие выглядят вот таким вот образом. Здесь простая круглая крышечка, да, вот такая вот, и маленькие плошечки такие вот. Ну, согласитесь, классно. Мне очень нравится. Где их покупать, я не знаю. Если у вас кто-то такие продает, то продает. Я, как я уже сказала, являюсь счастливой обладательницей очень большого комплекта, большой коллекции вот этой вот посуды. И я действительно очень рада пользоваться. Ну и самое последнее на сегодня в моем длинном видео и первом о покупках, это вот такая вот мельничка для приправ. Наверное, для черного перца, ну, хотя, в принципе, можно и для соли использовать. У меня здесь кориандр, так как у меня для соли и для перца есть стеклянные, и вы их уже видели неоднократно. Это тоже та же фирма, да. Я надеюсь, вам видно. Если вам видно, конечно. Вот. В общем, цвет тоже прикольный. Я очень люблю красный цвет. Здесь внутри, вот видите, есть вот такой вот рычажок, и его можно поворачивать, и можно регулировать помол, да, размер, то есть какого размера у вас будет уже помолотый там перец или, как в моем случае, кориандр. Можно поставить совсем-совсем мелкий, можно поставить такой покрупнее, как хотите, в общем. В общем, вот так вот. Ну, на сегодня все. Вот такое вот получилось у меня видео о моих новиночках на моей кухне. И если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Не понравилось, ставьте дизлайки, чтобы я видела. Если вы хотите, чтобы я вам сняла видео о всей моей коллекции посуды от фирмы Tupperware, да, если вы хотите, то напишите мне об этом. Я обязательно такое видео сниму для вас. На сегодня все. С вами была Кристина, как обычно. До скорых встреч!